Продолжение следует... Мы желаем, чтобы произошли изменения, мы ждём изменений в своей жизни, мы ожидаем, когда поступим в университет, когда создадим семью. И каждый день, просыпаясь утром, мы чего-то ожидаем. Что сегодня произойдёт в нашей жизни? Конечно, у нас есть планы, жизнь течёт, но сегодня мне хотелось бы вместе с вами говорить о духовных ожиданиях, о которых Иисус знал и о которых Он сказал в Синодических Евангелиях. Говоря о духовной жизни каждого человека, необходимо сказать, что да, мы ожидаем ежедневного духовного роста, но говоря о всей динамике, о всей истории крестьянской церкви и читая Евангелие, мы понимаем, что во все века, во все времена христиане чего-то ждали, а именно они ждали возвращения Иисуса на эту землю. Евангелие от Матфея и каждое синодетическое Евангелие содержат некое апокалиптическое воззрение на историю нашей планеты. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, мы замечаем, что в этой главе описаны знамения времени. Очень часто, когда на планете происходят те или иные изменения, верующие склонны к тому, чтобы думать о том, что вот-вот приближается уже конец, что то или иное знамение предрекает завершение истории этой планеты. Но необходимо сказать, что знамения времени больше говорят не о конце времени, а больше вызывают именно к тому, что человек должен находиться в состоянии ожидания, ожидания возвращения Иисуса. Нужно сказать, что знамение времени как предзнаменование конца света очень быстро вводит нас с вами, верующих, в панику. И очень часто можно услышать, когда происходит то или иное событие на этой планете, люди говорят, что вот-вот уже конец, и сразу на эту тему начинается большое количество спекуляций. Но что должны были думать люди, пережившие Лиссабонское изнутрясение? Что должны были думать люди, которые пережили чуму? Что должны были думать люди, которые пережили другие известные миру эпидемии, такие как Испанка и другие? Что должны были думать люди, когда началась Первая мировая война? А о чём должны были они думать, когда началась Вторая мировая война? Ведь каждое столетие происходит нечто трагичное на этой планете, о чём должны были думать люди. Может быть, им тоже нужно было тогда думать о том, что вот-вот конец, но мы замечаем, что после каждой эпидемии жизнь продолжается. Конечно же, знамения времени учащаются, и знамения, описанные в Евангелии от Матфея, сообщают нам о том, что на самом деле история Земли подходит к своему завершению. Но должны ли мы паниковать из-за того, что исполняется знамение времени? Должны были назначать даты, потому что они учащаются. Мы знаем с вами, что да, всегда были войны, но сейчас их больше, всегда были эпидемии, но сейчас их больше. И это подсказывает нам, что слова Иисуса, сказанные в Евангелии, они исполняются с точностью, и на самом деле история нашей Земли приходит к своему завершению. Но каждое знамение времени, оно более и более взывает к нам для того, чтобы мы с вами задумались о нашей готовности к этому концу. Ведь конец, он придёт, готовы мы к нему или не готовы, ожидаем мы или не ожидаем. Дело не в конце, а дело в том, как мы приближаемся к этому концу. Именно поэтому Иисус в Евангелии от Матфея неоднократно говорит о нескольких важных моментах. А именно, мы замечаем, как синхронно звучат призывы к тому, чтобы мы готовились, были готовы, а также замечание о том, что Он замедлит, что Он придёт позже, чем мы этого ожидаем. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, мы замечаем в самом начале, Иисус говорит в 4 стихе, что каждый верующий должен бодрствовать. Иисус сказал Ему ответ, 24 глава, 4 стих, «Берегитесь, чтобы вас никто не прерстил». Далее мы читаем с вами в этой же главе 24, в стихе 42, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, когда Господь, Господь, Господин ваш, Господь ваш придёт». Или мы читаем дальше, 44 стих, «Потому и будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придёт Сын Человеческий». Итак, Евангелие снова и снова нас призывает и приглашает, будьте готовы, бодрствуйте, будьте готовы. И вместе с этим мы замечаем, что Иисус нам говорит. Здесь же в 24 главе, в 36 стихе написано, что одни же и часть о том никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец один, Отец небесный знает. Когда мы читаем дальше притчи, мы замечаем с вами, что здесь упоминаются такие важные моменты, связанные с возвращениями Иисуса. 25 глава снова и снова подчёркивает, что жених замедлил. Или когда мы читаем очередную притчу о талантах, написано, что Господин замедлил. Возвращение Христа происходит чуть позже, чем все этого ожидают. Итак, находясь в ожидании, о чём должны мы с вами думать? Ожидая возвращения Иисуса на эту землю, о чём мы должны думать? Что мы должны знать? И для того, чтобы мы с вами не ошиблись, после Знамения времени, 24 главе, начинается целый цикл притч, связанных именно с тематикой ожидания. И эти пять притч, описанных в конце 24 главе и на протяжении 25 главы, помогают нам понять, о чём нам нужно с вами думать сегодня. Не бойтесь конца, не паникуйте, видя Знамение времени, готовьтесь к тому славному дню, а именно к возвращению Иисуса. О чём мы должны с вами помнить, живя в ожидании? Самая первая притча в 24 главе, она буквально описана в одном библейском стихе, и звучит она так. «Но вы это знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Первая притча очень короткая. Она указывает нам на то, что мы должны с вами помнить о возвращении Иисуса. Она приглашает нас к бодрствованию. Никто из нас не ожидает пришествия вора в свой дом. Или даже если мы допускаем, что это может произойти, конечно же, мы не думаем, что это случится сегодня. Многие люди иногда покидают свой дом, даже не закрывая на замок дверь, потому что они думают, что отдалились на 10-15 минут, и точно за эти 10-15 минут никто не успеет в их дом войти. Но возвращаясь, они замечают, что кто-то всё-таки успел туда войти. «Мы ожидаем, возможно, что в наш дом могут проникнуть недоброжелатели. Но кто из нас думает, что это случится сегодня?» Конечно же, нет. Может быть, завтра, может быть, чуть позже, но только не сегодня. И поэтому Иисус говорит, что мы должны быть с вами готовы, должны бодрствовать. То, что мы думаем, что сегодня не случится, оказывается, может случиться именно сегодня. Далее Иисус говорит о следующей очень важной мысли, и в этой же главе 45-го стиха он рассказывает о господине и о верном рабе, которого он поставил ответственным. Следующая притча показывает, что в период ожидания у нас с вами есть ответственность. И эту ответственность мы должны с вами выполнить с верностью. Но поскольку ожидание — это не самое лёгкое, что человек может, то мы видим с вами, что этот человек подумал о том, что господин не скоро вернётся. Это повлияло на его духовную жизнь и на выполнение возложенной на него ответственности. Мысль о том, что не сегодня, она имеет последствия. И мы замечаем, что этот человек пустился во все страсти и грехи. И написано, что он стал бить своих товарищей, стал есть и пить с пьяницами. Итак, первое. Иисус сказал, что необходимо ожидать его сегодня. Что бы ни случилось, когда бы ни случилось, жизнь в ожидании должна допускать, что возвращение Иисуса может быть не тогда, когда я думаю, что он вернётся. Следующая очень важная мысль. Мы не просто ожидаем, сидя на диване, паникуя, что исполняются знамения времени, что очередная болезнь, эпидемия, катастрофа, землетрясения произошли. И вот-вот что-то случится глобальное. Нет. Бог возложил на каждого из нас ответственность. И Он говорит, ожидая, выполняй эту ответственность честно, добросовестно, ответственно, потому что я вернусь, говорит Иисус. И мы видим с вами, что в этой притче этот верный оказался неверным, потому что Он не исполнил своей ответственности. Далее, в 25 главе мы находим ещё несколько очень важных притч и метафор. 25 глава начинается с повествования о том, что обрисовывается палестинская свадьба — жених и званный на пир или ожидающий явление жениха. Необходимо ответить, что Мессия в образе жениха это очень красивое новое описание Священного Писания. Когда мы читаем с вами Ветхий Завет, мы замечаем, что Отец описан как жених, а Израиль как невеста. Но в 25 главе мы встречаем этот чудесный образ Мессии как жениха. И вот, когда Он явил, хотя Он замедлил, написано, что Его встречают десять дев. Пять оказались разумными, пять оказались неразумными, что отличает их, а отличает их именно готовность к встрече с женихом. Интересно, что ожидать и постоянно находиться в режиме ожидания очень сложно. Человеку это даже невозможно — болерствовать всегда и помнить об одном и том же. Поэтому мы замечаем, что еще тогда в первом столетии Евангелист описывает, что все ожидающие заснули. Заснули, возможно, и мы с вами сегодня. Но оказывается, что одни заснули готовыми к встрече, другие заснули, оказавшись неготовыми к встрече. Один из новых элементов этой притчи, а именно приготовление к встрече. Жених идет, жених замедлил, мы ожидаем и мы уснули. Уснули мы готовые или не готовые? Завершается притча тем, что жених является внезапно и написано в этой притче, что у мудрых не оказалось недостатка и они были приглашены войти на брачный пир. Завершается история тем, что когда же пошли неразумные покупать масло, чтобы оказаться тоже на этой встрече, пришел жених и написано, что двери затворились. Интересно, что притча подчеркивает, что ожидание индивидуально. Никому не удастся за счет кого-то войти на брачный пир. Двери однозначно затворятся. возможно неожиданно для каждого человека. Обладает ли он светом? Каждый может обладать светом, каждый может обладать познаниями. Обладаем ли мы делами, соответствующими этому свету? Это большой вопрос. Мудрые оказались с маслом. Будучи ведомые и исполненные Духом Святым, они оказались готовыми для этой встречи. Ожидание предполагает не только наличие информации и света. Ожидание предполагает наличие дел, наличие того, что подчеркивает снова и снова, что мы в этом активном ожидании готовы к встрече со Спасителем. Итак, одни оказались готовыми, другие оказались неготовыми. Но притча не отвечает на вопрос, а как они готовились? Как оказалось у них, что масло есть в сосудах? Что они делали для того, чтобы оказаться готовыми к встрече с Иисусом? В этом ожидании что они делали? И вот следующая притча, притча о талантах, повествует нам о том, что мы можем делать в период ожидания. Написано, что хозяин дал таланты. Одному дал пять талантов, другому дал два таланта, и третьему дал один талант. Получивший пять талантов, потребил их на дело, и приобрел еще пять талантов. Точно так же поступил получивший два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. Оказывается, в первом столетии было нечто обычное, закопать ценность в землю. Это был банк первого столетия. Люди закапывали, запоминали, где закапывают, и при необходимости они раскапывали и получали свои загробища. В этой причине описывается ответственность и долг каждого, кто получил ответственность, способности и таланты. И вот, ожидая пришествия господина, у каждого из них была миссия. Как они должны были ожидать Спасителя? Должны были умножать то, что они получили, для того, чтобы по возвращении господина вернуть, показать то, что они имеют. И написано в 19 стихе «По долгом времени приходит господин рабов тех». На самом деле, прошло немало времени с момента, когда Иисус вознёсся. И притча подмечает, что долго не было господина, долго не было Иисуса, долго нет нашего Спасителя. Знамения и времени исполняются. Каждый день, каждое столетие, уже тысячи лет, долго нет нашего Спасителя. Но Он даёт каждому из нас таланты, и Он приглашает нас продолжать его ожидать и использовать свои способности. И мы замечаем, что, хотя его не было долго, но Он исполнил Своё обещание, и Он возвращается. И по возвращению своему мы читаем в 25 главе со стиха 20 и ниже следующие слова. И подойдя, получивший пять талантов, принёс другие пять талантов, и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, а вот ещё пять талантов я приобрёл на них. И следующий подходит к нему с этими же словами. И написано, что отвечает ему господин, «В малом был ты верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И следующий слышит эти слова, 23 стих, «Войди в радость господина твоего». И чуть позже подходит человек, который тоже ждал, но ждал несколько иначе. Ждал, закопав всё, что получил изначально. И он встречает господина, сказав следующие слова, «Я знал тебя, что ты человек жесткий, жнёшь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал». И убоявшись, пошёл и скрыл талант свой в земле, «Вот тебе твоё». Господин же сказал ему, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим». И Иисус приглашает умножать те способности и те таланты, которыми мы обладаем. Мы должны ждать его, ожидая его, мы должны исполнять свою ответственность. Исполняя свою ответственность, мы должны делать дела, соответствующие нашему имени, нашему ожиданию, для того, чтобы исполняться Духом Святым. Исполняя Духом Святым, мы не можем ничего не делать. Мы не можем сидя паниковать, что конец приближается. И мы не будем этого делать, поскольку Дух Святой не ведёт нас к этому и не призывает нас к этому. Исполняя Духом Святым, исполняя свою ответственность и бодрствуя, мы начнём умножать наши таланты, потому что близко возвращение Господина. Умножая наши таланты, мы будем ожидать нашего Спасителя. Даже если Он придёт чуть позже, чем мы, мы думаем об этом. Но возвращаясь, мы скажем Ему, вот Господи, то, что Ты дал мне, ожидая Тебя, я умножал и далее Господин говорит, возьмите у Него талант и дайте имеющему десять талантов. Интересно, что Бог награждает человека. За ожидание и за верность Он не даёт богатства, Он не даёт какие-то материальные ценности, но Он умножает ответственность человека. И тот, кто имел пять талантов, уже ответственен за десять талантов. И тот, у кого было два таланта, уже несёт большую ответственность за четыре таланта. Бог умножает нашу ответственность с каждым годом, умножает туда ответственность наши таланты для того, чтобы мы ещё больше плода принесли Ему. Потому что служащие Господу испытывают великую радость в этом служении. И эта равнодность умножается бесконечно. Ну и последняя, пятая притча. Одна больше метафора, чем притча. Но в этом заключительном повествовании Иисус обрамляет все четыре случая, подводя нас к Божьему суду и к вердикту. И звучит эта притча следующим образом. «Когда же придёт Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все-все-все народы и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». Мы встречаем здесь две метафоры. Левая сторона как символ лжи, неправды и правая сторона как символ травоты, благословения. овцы ветхозаветний символ, те, кто послушны, те, кто следуют за спасителем, ну и козы как символ неправды, нечистоты и греха. И вот здесь Иисус говорит о следующем, что начнется разделение овцы и козлы по разные стороны. Интересно, что нет никакой мутации. Нельзя быть чем-то средним, либо одно, либо другое. Интересно, что невозможно быть посередине. Можно быть только слева или только справа. Интересно, что завершая это повествование, Иисус говорит о том, что Он скажет тем, кто ожидал, тем, кто был в этом активном ожидании пришествия Иисуса, Он скажет придите благословенные Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Бог приглашает нас не просто наблюдать за знамениями времени. Сегодня в сети интернет можно увидеть каждый день новые объявления в апокалипсисе. Сегодня многие верующие находятся в этом возбужденном состоянии, что вот-вот конец грядет на Вселенной. Нет. Не об этом Евангелие, не об этом книга Откровения, не об этом говорил Иисус. Иисус говорил о жизни в ожидании. Во все века и вся земная история наполнена зла и греха, событий, которые потрясали человечество. И все эти события, и все эти знамения времени говорили об одном, что человек должен быть готов к встрече со своим Спасителем. И вот Иисус, завершая эту притчу, Он говорит о том, что те, кто жив в ожидании, получают это приглашение, войдите, благословенные. Интересно, что праведники удивляются тому, что они праведники. И говорят, Господи, когда мы видели, что ты был наг, когда мы видели, что ты был алкал, что ты жаждал, когда мы видели тебя странником, когда мы делали все эти добрые дела, которые мы делали, когда мы, что случилось, как это произошло? А Иисус говорит, нет, вы не сидели, ожидая, а вы, когда я алкал, дали мне, когда я жаждал, напоили меня, когда я был странником, вы приняли меня, ваша жизнь была наполнена действий, вы не думали о конце, вы думали о служении, и потому войдите, благословенные. И мы замечаем, что неправедники, они тоже удивились очень сильно, потому что они говорят Иисусу такие слова, Господи, а почему мы проклятые, почему мы должны идти в огонь вечный? И он отвечает им, а потому что я алкал, и вы не дали мне еды, потому что я жаждал, а вы не напоили меня, потому что я был странником, а вы не приняли меня. То есть очень можно много говорить о конце света, очень много можно говорить, что конец близок, очень можно много говорить о знамениях времени, что они исполняются, ничего не делать при этом, но знать каждое знамение, каждую дату, каждое событие, и всему миру говорить, что конец близок, потому что знамения выполняются. Но не это самое главное. И поэтому Иисус призывает нас к действию, к активному ожиданию, к тому, чтобы мы отвечали на нужды современного общества, и для того, чтобы мы были близки к нужным людей, к служению, и могли бы наполнить нашу жизнь этим счастливым, блаженным ожиданием и радостным служением для нашего Господа. И 25-я глава завершается судом, и написано, что «И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Любовь к Богу и к ближним наполняет сердца тех, кто ожидает пришествия Иисуса. Духовная жизнь, как постоянная константа, духовная жизнь, как постоянное служение, духовная жизнь праведников, как постоянное ожидание, постоянное бодрствование, потому что Господь может вернуться. Да, Он замедлит, да, придёт не тогда, когда мы ожидаем, да, Он вернётся по долгому времени, как пишет Евангелие, да, чуть-чуть позже придёт, чем нам хотелось бы этого. Но не в этом беда, Он вернётся. И Евангелие сообщает, Иисус вернётся. Что делать нам? Ожидать. Как ожидать? Вовлекая себя в активное служение, исполняясь Духом Святым и умножая таланты для славы Божьей. Дорогие друзья, пусть Господь благословит каждого из вас, пусть Господь благословит каждого из нас. Мы счастливы с вами, потому что мы знаем нашего Спасителя. Сегодня мы ожидаем Его возвращения. И сегодня мы от всего сердца в любовь служим для Него и для наших ближних. И мы верим, что когда Он вернётся, наше активное ожидание завершится чудесной и славной встречей с нашим Спасителем. Пусть Господь поможет нам и благословит нас в этом ожидании. Знамения времени подсказывают нам, что стоит ждать, активно ждать, Господь вернётся. Аминь. Продолжение следует...